Что у нас там сегодня? 29 мая, всем привет! Вы на канале Магистраль жизни, меня зовут Сергей. И сегодня пятница, сейчас узнаем, есть работа в пятницу или нет. Проспал я на работу сегодня, телефон вырубился. Небудинник не сработал, и я спал до последнего. Почти в 8 часов мы выходим работать. Ну, отлично, 2 минуты мы постояли, аэродромная 32. Блин, ты на ту сторону. Ну, ладно, поехали. 2 километра, ну 2 километра еще нормально. Сегодня, конечно, у меня немножко другие планы. Все зависит от того, будет ли работа, будет ли погода. Я хотел одну поездку совершить. Если звезды сойдутся, то в следующем выпуске, я думаю, вы увидите результат этой поездки. Ну, а если вдруг работа будет прям активная, активная, плюс еще дождь будет лить, то, естественно, из-за плохой погоды и хорошей работы я никуда не поеду. В общем, все станет более-менее понятным ближе к обеду. А пока работаем. Здесь на Океане наконец-то проезд открыли. Только почему-то одна полоса, он заставлен на машину. Это, вон, ребята, строители понаставили машин своих. А здесь активно домики строятся. О, видели, как застроили? Так спешил на работу, что даже не побрился. Судя по активности в городе, так себе работа будет. Ну, посмотрим сейчас. Да, две остановки, Жуковского и Орловская 40. Ну, вроде как, неплохо. Хотя я не люблю, когда там остановки идут. Бывает остановка, кто-нибудь едет, вышел и все. Это нормально. 11 километров нам ехать. А бывает, выйдут, пойдут, где-то там 20 минут походят или 15. Ну, такое мне не нравится. Еще и нет никого. Отметка на остановке стоит. А никто не идет. 7.70 за этот заказ. Так себе поездочка была через весь город. Как-то очень долго мы ехали. Тут же прилетел скопитель заказ. На Кросстояновой 5. Где по Орловке ехал. Думал, куда бы так свернуть. Ой, поворот проехал. По-моему, вот сюда надо было. Ну, и что там с обратной стороны? Место есть. Деревня Копище Лопатина, 15. Название страшное, но это Уручи. Я так думаю, съездим, посмотрим. Постоим в Уручи. Что нам может терять? Особо нечего. 11 километров нам ехать. Он, правда, какими-то кругами показывает, что как не поедет везде 11. Зато сейчас узнаем, как там из Уручия едут с утра. Где-то в районе 9 мы туда приедем. 7.20 за этот заказ. Сегодня явно не мой день. Две долгие поездки. Прошло уже больше часа даже. 9 уже. Я так думаю, на Гинтов-то надо отсюда выбираться. Вот через рощу туда. И там подождать, если не прилетит ничего. А вот и что-то капать начало. Ну, я думаю, на этом оно и закончится. Потому что, как таковых, тучек нету. Одинокое облачко, с которого сыпется. Так, в Малиновке у нас активность какая-то есть. Но потихоньку затухает. Сейчас было побольше. Я даже немножко на Шафронянскую свернул. Не знаю, пока тихо. Давайте постоим. Это 8 прилетел заказ. Мы простояли 8 минут. Даже, наверное, чуть больше. 10. Поедем на Скарины 16. Это 4 километра. На улице какой-то сквозняк начался. 4.70 за этот заказ. Тут же прилетел следующий Скарины 41. Назад туда, вручье. Через Кольцевую. Я смотрю, пассажиры сегодня никуда не торопятся. Это был третий заказ. И третий заказ я стою и жду возле отметки. Так обычно с утра подъезжаешь. Уже кто-нибудь стоит, садится сразу и ездит. А сегодня почему-то нет. Независимости 58 поедем. Это 11 километров. Сегодня у нас пятница и концентрация дурачья на дорогах выросла. С самого утра уже носится, как ошалелый. Куда вы летите? И этот заказ был комфорт. Ну что, 4 заказа мы уже сделали. И близится время затишье. Без 15, без 10 и 10. О-о-о-о-о-о-о, сурганал 80. А я чуть не повернул на беды. Уже на перекрестке тут стою. Отлично, продолжается работа. 6 поедем. 4 километра. Да. Независимости 33. Хотел сказать, что мы оказались на площади Победы. Получается, вот тут домик, заказ прилетел. Даже ждать не пришлось. Октябрьская 19 поедем. Это 4 километра. Опять никто не торопится, платное ожидание пошло. Что-то за день сегодня такое. 4 рубля за эту поездку. Ну и куда бы нам податься отсюда? На Октябрьской мы. Все, в общем, решено. Я посидел, подумал. Что у нас там? 10.30 сейчас. Значит, я сейчас еду домой. Давайте выключим. Так просто включим домой. А вдруг прилетит что-нибудь? Хотя мне тут недалеко. Сейчас я гляну, сколько. 4 километра. И ехать совсем близко. Погода вроде непонятная. Такие, вроде пасмурно, вроде не пасмурно. Но если ждать хорошую погоду, я так никогда и не выберусь. В общем, сейчас я еду домой. И мы отправимся в такой мини-поход, который вы увидите в следующем выпуске. Я буду снимать его. Я давно хотел прогуляться, но все никак не получалось. То погода была холодная, то Светлана работала. А сейчас более-менее оптимальное время. Что-то тут ГАИ стоит. Прямо на заезде. По Ленина здесь парковки запретили. Тоже вдоль дороги стоит, наверное, двигаться кто-то будет. Когда этот выпуск выйдет, уже лето будет. А соответственно наступила пора странствовать. Так что при любой возможности нужно изучать мир. Что я и пытаюсь делать. Давайте я вам покажу результаты. Что мы сегодня наездили. Это получается, мы ездили с 8. До 10.30. 2,5 часа у нас вышло. У нас получилось 6 заказов. 22 рубля. За 2,5 часа, я думаю, это неплохо. По крайней мере, утро пятницы выглядит неплохо. Проехали мы 58 километров. Еще я домой еду. Я не знаю, километр-полтора-два. Средний расход у нас 8 получился. Гарантии не сработали. Как было с заказами в обед и вечер. Я думаю... И merak солнце.